Добрый день, уважаемые коллеги. Как отмечал президент на июльском саммите в Астане, Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. Вчера завершилась рабочая поездка правительственной делегации в Пакистан, где состоялось заседание Совета главправительств Шанхайской организации сотрудничества. Мы с коллегами подробно рассмотрели, как продвигается совместная работа по ключевым направлениям, обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества с учетом нынешних геополитических реалий. В Исламабаде Россия приняла председательство в Совете главправительств ШОС, в ходе которого особое внимание мы уделим расширению кооперации в области цифровой экономики, инноваций, современных технологий, транспортной связанности, ну и, конечно, вопросам достижения продовольственной безопасности, создания механизмов финансирования проектной деятельности. Уважаемые коллеги, крайне важно обеспечить практическую реализацию всех договоренностей, поэтому прошу это контролировать по курируемым вами направлениям. Также в столице Пакистана впервые прошла трехсторонняя встреча главправительства Китайской Народной Республики, Монголии и Российской Федерации. Такой формат позволяет нам детально обсуждать все аспекты нашего многопланового сотрудничества и вместе находить эффективные решения и ответы на стоящие перед нами общие вызовы. Укрепление кооперации с дружественными нам странами – это один из приоритетов деятельности правительства Российской Федерации, и эта работа будет продолжена. Прежде чем мы перейдем к повестке сегодняшнего заседания правительства, хочу сказать о принятом решении. По поручению президента мы расширим поддержку программы «Фабрика проектного финансирования». Будет увеличен размер участия государственной корпорации ВПРФ в синдицированных займах до 600 миллиардов рублей. Это поможет нам нарастить общее кредитование инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики до 6 триллионов рублей. Запас этот внушительный. На 1 июля текущего года этот показатель составлял, напомню, более 2 триллионов 200 миллиардов рублей. И в целом программа призвана решить проблему недостаточности капитала. В ее рамках возводятся крупные объекты в газохимической промышленности, в магистральной инфраструктуре, металлургии, в других сферах. Они способствуют достижению национальных целей, утвержденных главой государства, развитию российских регионов и страны в целом. Теперь в сегодняшней повестке заседания правительства. Сегодня мы рассмотрим вопрос о поддержке наших граждан на селе и дальнейшему укреплению агропромышленного комплекса. На прошлой неделе мы обсуждали эти темы подробно в рамках форума «Золотая осень». Как отмечал президент, нашим безусловным приоритетом является развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей. Это включает ремонт и строительство школ, детских садиков, поликлиник, создание современного комфортного жилья. Один из ключевых инструментов для решения таких задач – это субсидирование займов тех, кто живет за пределами городов. Можно принять участие в программе сельской ипотеки по ставке, напомню, до 3%, или взять льготный потребительский кредит на благоустройство дома, в том числе на подведение воды, газа. Этими возможностями улучшить свои жилищные условия за последние 4 года воспользовались свыше 160 тысяч заемщиков. Будем и дальше обеспечивать доступ к льготному финансированию для сельских жителей, даже с учетом повышения ключевой ставки Банка России. Выделим дополнительно порядка 6,5 миллиардов рублей на эти цели, чтобы люди могли погашать ранее взятые займы, без риска столкнуться с повышением процентных ставок. Правительство также поможет и нашим аграриям, которые занимаются производством и переработкой продукции растеневодства и животноводства. Мы направим еще около 17,5 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования. Эта мера позволит просубсидировать не менее 24 тысяч заемщиков. Рассчитываем, что такой шаг улучшит финансовую устойчивость агросектора, чтобы он в будущем успешно выполнял задачи продовольственной безопасности, предоставляя нашим гражданам, но в первую очередь, возможности самого широкого выбора именно отечественных наших качественных продуктов. Следующий вопрос о развитии фармацевтической промышленности. Глава государства подчеркивал, что в России должны быть технологические ключи от всех решений, которые необходимы для сбережения здоровья, увеличения продолжительности жизни человека. Правительство направит почти 600 миллионов рублей для создания инновационных лекарств. Всего будет приобретено не менее 41 единица различного современного оборудования, которое нужно для их разработки. Но речь прежде всего идет о препаратах, которые востребованы при лечении и профилактике тяжелых заболеваний, в том числе онкологических. Новое оснащение поможет сформировать инфраструктуру для запуска производства этих медикаментов, что важно для организации современной терапии для пациентов, но и также снижение зависимости нашего здравоохранения вообще от поставок из-за рубежа. Еще к одной теме. Сегодня в повестке целый блок вопросов о помощи нашим регионам. По поручению главы государства окажем дополнительную финансовую поддержку шести российским субъектам на общую сумму около 9 миллиардов 233 миллионов рублей. Средства получат четыре республики – Донецкая, Луганская, Чеченская и Карелия, а также две области – это Запорожская и Херсонская. Они смогут использовать ресурсы на обеспечение сбалансированности своих бюджетов, чтобы решить целый ряд задач, необходимых для жизни граждан, в том числе помочь местному здравоохранению, ЖКХ, агропомкомплексу и другим направлениям. По поручению президента мы продолжаем ускоренными темпами развивать на Дальнем Востоке и в Арктике социальную и промышленную инфраструктуру, создавать новые точки роста экономики и повышать качество жизни наших людей. Но важно, что ключевую роль в этом играет частный бизнес. Чтобы поддержать инвестиционную активность, госкорпорация ВПРФ софинансирует наиболее значимые инициативы. На их реализацию предприниматели могут привлекать кредитные ресурсы, столь им необходимые, по льготной ставке 2% годовых. На расширение такого механизма дополнительно правительство направит еще свыше 14 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на реализацию мастер-планов городов, макрегиона, ну и запас целого ряда других приоритетных проектов. В июле в ходе рабочей поиски в Дальневосточный федеральный округ мы подробно обсуждали вопросы ремонта больниц, школ, объектов культуры, благоустройства прогулочных, детских, спортивных площадок. Окажем необходимую помощь в решении этих задач Хабаровскому краю. Выделим на такие цели около полутора миллиардов рублей. И свыше 300 миллионов рублей предоставим Магаданской области. Это позволит реконструировать здание центра, опережающий профессиональной подготовки, провести также в порядок ряд дворовых территорий, где жители, в том числе семьи с детьми, могут отдыхать с комфортом. Продолжится и развитие парковых зон во Владивостоке. В городе станет больше красивых общественных пространств, мест протяжения людей. Для этого направим примерно полмиллиарда рублей. Ну и в фокусе, конечно, особого нашего внимания остается развитие Северного морского пути. На обеспечение регулярных перевозок по его маршрутам в текущем году предусмотрим порядка 300 миллионов рублей, что будет способствовать бесперебойному функционированию транспортной артерии. Ну и также, что важно, снабжению труднодоступных территорий жизненно необходимыми товарами. Все бюджетные средства должны быть использованы максимально эффективно, чтобы наши граждане быстро увидели и оценили результаты этой работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова